Вы знаете Чарльза Дарвина? Слышали о нем? Он англичанин. Вот почему я спрашиваю. Он родился 200 лет назад, но около 150 лет назад он заявил, что все вы были обезьянами. Не я. Я этого не говорю. Он сказал, что все вы были обезьянами. Ваш хвост отпал, и вы стали людьми. Но вы знаете эту историю. Когда вы были обезьянами, вы не стремились стать человеком. Природа просто подтолкнула вас к этому. Вы не выбирали. Но поскольку вы стали человеком, если после этого вы хотите развиваться и дальше, вы должны развиваться осознанно. Другого пути нет. Когда я говорю, что вы должны эволюционировать осознанно, это значит, что то, что вы называете человеком, не является неким фиксированным состоянием. Это постоянно меняющийся поток. В один момент вы можете быть подобны Богу, в следующий момент вы можете быть как дикарь. Вы и сами замечали. В один момент вы прекрасны, в следующий — отвратительны, в следующий — опять прекрасны, в следующий — уродливы. Разве такое не происходит с вами? Итак, человек — это не просто существо. Он всегда в становлении. Он в непрерывном процессе. Ничто в нем не фиксировано. Вы можете быть кем захотите. У вас есть свобода, которая заключается в том, что вы не фиксированы, как любое другое существо на этой планете. Если вы осознаны, тогда это величайшее благословение, потому что вы можете сделать себя тем, кем захотите. Если вы неосознаны, это величайшее проклятие. Человечество сейчас страдает от этой свободы. Человечество не страдает от отсутствия свободы, вопреки тому, что утверждается. Если бы ваша жизнь была такой же определенной, как и у любого другого существа, вы бы жили без какого-либо стресса. Вам не нужно было бы заниматься йогой. Не так ли? Разве не так? Если бы ваша жизнь была определена так же, как и у любого другого существа на этой планете, вы бы не испытывали стресса. Только потому, что это не определено. Вы можете быть кем захотите, кем угодно. В вашем сознании может произойти все, что угодно. Вот откуда возникает стресс. Не так ли? Быть человеком означает... Предположим, родился тигр. Тигр не сидит и не беспокоится о том, как стать хорошим тигром. Если у него достаточно еды, он станет хорошим тигром. Он не беспокоится, стану ли я хорошим тигром, а что, если я стану домашней кошкой. Он не испытывает таких проблем. Вы родились человеком. Но все равно, сколько всего вам нужно сделать, чтобы стать хорошим человеком. И все равно вы не знаете, где ваше место. Не так ли? Только в сравнении с кем-то вы можете сказать, по сравнению с этим человеком, я немного лучше. Сами по себе вы не знаете, где ваше место. Не так ли? Разве это не так? Потому что человек — это не раз и навсегда установленное состояние. Это возможность. Это нефиксированное состояние. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходима целая система понимания. Понимание механики того, как функционирует эта жизнь, и что мы можем с ней сделать. Эту механику, эту технологию, эту науку мы называем йогой. Продолжение следует...